В Атрау большинство заведений остановили работу из заведения чрезвычайного положения в стране. Оставшиеся бары, кафе и рестораны теперь работают только по принципу доставки на дом. Так будет продолжаться до 1 мая. Как работники общепита соблюдают дезинфекцию и насколько снизился уровень продаж в ресторанном бизнесе, расскажет Гульмира Сутубаева. Карантин сказался на графике Дмитрия Русенко. Он стал больше времени проводить на работе. Дмитрий – курьер в местном кафе. Ежедневно он совершает около 10 выездов. И времени на выполнение заказа стало уходить намного больше. И это при том, что количество клиентов не выросло. Все дело в нынешних поездках с препятствиями. Около полчаса, в зависимости от пробок, в связи с последними событиями, сотрудники полиции частенько останавливают. Это тоже занимает некоторое время. Проверка документов, есть антисептик, перчатки, маски мы дезинфицируем каждый раз паровым путем. Но похоже, что среди всех сотрудников общепита больше работы стало только у курьеров. Валентин Бойко, управляющий сетью кафе, подсчитывает убытки. С начала введения ограничительных мер уровень продаж катастрофически снизился почти на 70%. Мы испытываем огромные убытки и балансируем на грани нуля, а иногда и нерентабельности заведений. Но насколько смогли, мы изменили графики работы для сотрудников, оптимизировались. Но тем не менее, все-таки мы постарались сохранить основной костяк сотрудников, потому что мы понимаем, время это тяжелое, всем надо как-то жить и выживать. Сейчас в городе действует около 80 кафе, ресторанов и столовых, работающих в режиме доставки. Но доходы от такой деятельности не покрывают даже минимальные затраты, которые несут объекты общепита. Единственное, на что надеются предприниматели, на поддержку властей. Гульмира Сутубаева, Монтай Матену, Жандос Рахметуллин, Атрал, Хабар, 24.